Субтитры создавал DimaTorzok В эти дни у мусульман всего мира идет Великий пост. Это месяц Рамадан, который происходит раз в году. Всевышний в своей книге сообщил, что он предписал этот пост верующим, и он сообщил, что этот пост был предписан и всем другим общинам, которые были до мусульман. И одна из самых главных целей этого поста – это то, что этот пост должен увеличить богобоязненность и праведность верующего. Действительно, этот период – непростой период. Это то время, в которое действительно верующий проходит некую учебку. В это время он воспитывает себя, воспитывает свою душу, пытается усмирить свои страсти. Действительно, уникальность поста заключается в том, что именно простой верующий во время поста может достигнуть самой великой степени веры. И в исламе существует несколько степеней веры. Первая степень – это что? Это муслим. Тот, который, услышав, покорился Творцу, узнал предписание Творца и начал им следовать. И это первая степень, которая называется муслим, то есть тот, который покорился. Следующая степень – это мукмин, то есть верующий. Когда с течением времени вера начинает проникать в его сердце, и он начинает совершать деяния именно уже с осознанием, с пониманием и с любовью. Это следующая степень. И самая наивысшая степень – это кто? Это мукмин, это тот, который поклоняется своему Творцу, подобно тому, как будто он его видит. Если даже он не видит его, то так, что Всевышний его видит. И действительно, каждый верующий во время поста, он остается наедине много промежутков времени. То есть он остается наедине, и в эти жаркие дни никто не может ему запретить покушать, выпить воду или еще что-то сделать. Но несмотря на это, он что? Он осознает. Потому что он находится под полным покровительством и под полным наблюдением Всевышнего Творца. Тем самым он достигает самой наивысшей степени веры, это что? Муксин. И он поклоняется Всевышнему так, подобно тому, как будто он его видит. И действительно, сегодня вот это отличие именно верующего, который осознанно подходит к этому виду поклонения. И Всевышний в Куране также сообщает то, что он не хочет затруднений верующим. И эта вещь не то, что Всевышний хочет возложить какие-то вещи тяжелые на верующего. Нет, он наоборот говорит то, что он желает облегчения и не желает затруднения. И действительно, для верующего много есть послаблений в этот пост. Если он является путником, то он не постится. Если он заболел, больной, то он также освобождается от поста. Тот человек, который именно осознанно проходит этот пост, и после этого месяца он действительно должен почувствовать изменения. То есть он должен выйти после этого месяца с новой силой, с новой верой. То есть как бы исправив себя от тех недостатков, которые у него были. Поэтому это по отношению к верующим большая-большая милость со стороны Всевышнего. Субтитры создавал DimaTorzok